Я думаю, что Евросоюз сохранится, уже теперь никто его не развалит. Но, наверное, вот эти экономические стяжки между странами, которые как раз больше всего и натирают, больше всего и мешают, наверное, будут как-то видоизменены. Вы видите, что происходит? Что сегодня любая маленькая-маленькая страна, которая каким-то образом испытывает экономические проблемы в силу разных причин геополитических, каких-то еще, чересчур много наводнений или чего-то еще, мгновенно тянут свою Европу в другую сторону. Вся Европа в панике вынуждена заниматься. То Греции, то Румынии какой-нибудь, то еще кем-то. Я, так сказать, сейчас на Кипре там проблемы, еще где-то. И мы так и будем бегать по углам. В смысле, не мы, они будут бегать по углам. Наверное, должны быть какие-то новые, другие связи, более, может быть, свободные, менее стянутые. Потому что некоторые уже поговорят, верните нашу валюту, делайте что хотите внутри этого. Правильный путь, неправильный. Но на сегодняшний день, так сказать, та экономическая система, которая сцепила все страны, так сказать, в мощный союз и в кулак, объединяя одной валютой, не даром Англия и Швейцария не сильно бросилась к этой истории. Что-то им, так сказать, посопротивлялось. Значит, наверное, есть какие-то опасения, которые действительно, значит, нужно, требуется пересмотр Евросоюза. Я, конечно, мы лезем, пока нас туда не сильно пустили, но это важно. И я думаю, что, так сказать, экономисты мировые должны заняться вот этой проблемой.